Три года тюрьмы. Такое максимальное наказание предусмотрено за провокацию трудовых конфликтов. Такая статья появится в новом уголовном кодексе. Ее предлагает внести Генеральная прокуратура. С каких пор забастовки являются преступлением? Как отличить провокацию от естественного хода трудового конфликта? Вот только несколько вопросов, которые вызвала у правозащитников инициатива Генеральной прокуратуры. По моему представлению, это норма, с моей точки зрения, необдуманная, это норма неопределенная. И эта норма дает возможность, особенно в условиях нашего зависимого правосудия, дает возможность властям преследовать лидеров рабочих организаций, профсоюзов, рабочих активистов. Марат Молдобеков возглавляет профессиональное объединение работников науки. В парламенте сейчас на рассмотрении проект нового закона о профсоюзах. В документе прописана прямая ответственность активистов профсоюзного движения за предотвращение трудовых конфликтов. То есть меняется основной акцент в их работе, где защита прав трудящихся уже не будет на первом месте. Это и так добавляет головной боли профсоюзным лидерам. А тут еще новая инициатива властей. Причина кроется только в работодателях, только в них касается. Но на практике может получиться так, что и профсоюзный комитет может быть тоже привлечен к ответственности за то, что он активно поднимает этот вопрос. Наблюдатели увязывают появление уголовной ответственности за подстрекание к трудовым конфликтам с историей противостояния нефтяников в Жан-Азене. Случаи массовых забастовок были и на предприятиях таких компаний, как Казахмыс и Арселор Миттл. Эти конфликты разной температуры противостояния имели разное продолжение, в том числе кровавое. Новая норма УК, похоже, станет инструментом репрессии в руках властей и собственников предприятий.